Сегодня в нашей стране никто, включая президента, потому что ему дают неправильные данные, не представляет, что из себя представляет Россия в экономическом отношении. Вообще даже не догадываются. Доллар сегодня стоит 25 рублей. Это считает Центральный банк, это публикуется, кстати, публикуется в нашем статистическом сборнике Российской Федерации, это тоже публикуется, только никто не смотрит. Публикуется в самом, как бы, уважаемом журнале английском «Экономист». Как только ты экспорт делаешь больше импорта, это ты, считай, обокрал свой народ, потому что туда продукция ушла, а здесь потреблять нечего. Просто вот вы, например, уже никогда не едите и никогда не попробуете зерна первой категории. Теперь этого зерна в России ни одного грамма не продается. Я думаю, что и президенту даже не достается, это все уводится туда. То есть мы захватываем сейчас рынки, а едим кормовую, хлеб из кормового зерна? Из кормового зерна, да. В этом отношении абсолютно не виноваты ни враги, и не виноваты ни наши руководители. И американцы не виноваты? Нет, 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 ни при чем совершенно. Да что вы такую кормовую говорите? Абсолютно. Положение пенсионеров может быть улучшено буквально очень быстро при введении вот этого налога на потребление, который наполнит бюджет суммой, достаточной, чтобы увеличить среднюю пенсию в два раза. А товаров-то где взять? На все, на это, а? Здравствуйте, Валентин Петрович. В последние несколько дней, даже недель, по центральным телевизионным каналам, даже в передаче от Владимира Соловьева, все время идет критика экономической политики правительства. Того нет, сего нет. Налоги, которые нужно отменить, не отменяются. Вот Бабаков у Соловьева все время об этом говорит, ну, как об стенку горох ничего нет. Скажите, вот вы, как бы так грубо выражаясь, со своей колокольни, что бы сегодня предложили, какие изменения вот в этой до сих пор либеральной модели современной российской экономики? Ну, во-первых, я бы предложил, чтобы была ясно оформлена и в документах оформлена цель, для чего мы это делаем. А потом решаются вопросы экономики. Они решаются достаточно просто, когда ты знаешь, какая цель. А вот просто вот повысить экономику, увеличить ВВП и так далее, это бессмысленное занятие. Это уже все больше не прокатит. Уже обещали там, в 91-м обещали, будет два Мерседеса у каждого. Потом, значит, программа 2000-х, потом программа 2020 и так далее. Страна имеет возможность улучшать жизнь сейчас. Значит, есть программа, как сделать глобально улучшить и что сделать быстро. Если вот по специальной военной операции, что надо сделать быстро, чтобы первое, нужно персифицировать ответственность заказчика. Вся система построена абсолютно безответственности. Денег дают военным, они, значит, объявляют конкурсы. Кто установил меньшую цену, тому дают заказ. Он за меньшую цену делает какое-то дерьмо. Потом солдат убивают. Сейчас, во время этих действий, нужно немедленно персифицировать ответственность заказчика, чтобы он сам заказывал самым лучшим, самым правильным исполнителем. Сделал не так бронежилет, значит, погиб солдат. Вы про бронежилеты говорите, а я вам скажу. А про квадрокоптеры, например. Потому что сегодня война делается, как все показало, это квадрокоптеры, которые до сих пор покупают в Китае. Как сегодня можно было бы сделать так, что эти китайские квадрокоптеры производились все-таки здесь? Ну, нас что, инженеров, что ли, нет? Не хватает? Я еще раз повторяю. Значит, должна быть персифицирована ответственность. Вот если есть в вооруженных силах подразделение, или полковник, или генерал, который за это отвечает, ему деньги в зубы, и пусть он это обеспечивает, эту организацию. Это через пару месяцев все будет. Больше не надо, потому что квалификация людей еще у нас в стране не потеряна. Сделают моментально. Но это должно быть вот так. Он получил там, условно говоря, 6 миллиардов рублей, отдал, и чтобы через месяц все летало. Сейчас пусть он погонами отвечает, чтобы все летало. А не ждать, что кто-то там, президент, принял какое-то решение там, в Китае мы им это замещение. Ну, это будет годами решаться. Ну, хорошо, вот мы сейчас с вами говорили об СВО, о бронежилетах, о квадрокоптерах. Вы объяснили, как можно было бы сделать так, что тут все стало нормально. Но я хочу шире спросить. Российская экономика – это не только бронежилеты, это станки, это суда рыболовецкие, это самолеты, много чего. Первое, мы должны понять, где мы находимся, что мы из себя представляем. Сегодня в нашей стране никто, включая президента, потому что ему дают неправильные данные, не представляет, что из себя представляет Россия в экономическом отношении. Вообще даже не догадываются. И не хотят догадываться. Все повторяют, что мы какая-то там десятая экономика, нужно достичь пятой экономики, что у нас низкая производительность труда, у нас низкая ВВП. Значит, это совершенно несоответствие действительности. Мы должны понять, кто мы такие. Постоянно сегодня российский народ, население наше, в целом производит на душу населения на 9,8 тысячи долларов промышленной и сельскохозяйственной продукции ВВП. А Соединенные Штаты, как вы думаете, сколько производят? Ну, раз в 10 больше. 11 тысяч. Всего лишь. То есть на 20 процентов? Да, всего лишь. Поэтому мы от этого должны и оттолкнуться. Наши ученые же все говорят о другом. Наши ученые, вот они встали в удобную позицию, поддакивать тому, что наша страна плохо развита, что нам не надо, нам сначала нам нужно повысить ВВП, потом только можно рассматривать вопрос о росте благосостояния и так далее. Не знаю, почему они заняты в такую позицию. Во всяком случае, это не враги, их так научили. Вот это 100%. Этих врагов я знаю хорошо. И все же вернемся к производительству. Труда сколько мы производим на одного человека? На одного человека. Счет разный бывает. Есть счет по ВВП, который считает наш Центральный банк. В этом случае мы, конечно, далеко отстали. Но так в мире никто не считает. Есть правильный счет по паритету покупательной способности. И так живет так называемый золотой миллиард. Вот если считать по этим правилам, то наша страна производит на душу населения больше, чем в среднем Евросоюз больше. А живет хуже. И одинаково с Соединенными Штатами. А живет тоже хуже. Поэтому мы должны понять, какая у нас база и что сделать с этим. Потому что если не исправить улучшение жизни, люди не увидят, не будут они заниматься этим самым высокопроизводителем. Они и так высокопроизводительно делают население. Поэтому вот это мы должны знать, что вот это мы таких, мы не такой, значит, какой-то... Ну, как отбросы, да. Как отбросы. Эти наши ученые, черт бы их побрал, они все у нас сравнивают с отбросами. Да, сравнивают с отбросами. Это не все ученые, а часть, которая формирует экономические взгляды. В том числе и правительство. А правительство не может формировать взгляды. Оно впитывает в себя научную мысль и начинает исполнять. Правительству некогда этим заниматься. Они день и ночь работают туда, передать это. Все формируется, как и формировалось и в Соединенных Штатах до сих пор, и в Советском Союзе формирует вот эту научную мысль. И только после этого... А вот вы можете назвать, кто формирует конкретно нашу научную мысль? Вот все вот эти сравнения нас с какими-то... Ну, я ориентируюсь так. Значит, у нас есть институт экономики. Был там, значит, директор Гринберг Руслан Семенович, мой близкий товарищ. Я с ним постоянно находился в споре в этом вопросе. Они неправильно все время ориентировали нашу страну, что кто мы такие и как нам действовать. Они ориентировали, что мы вообще малопроизводительные. Они ориентировали страну о том, что главное это экспорт, что развивать экспорт там до невинных размеров. И это хорошо. То есть, Бутунар же один. Это сейчас прибавилось зерно. А последние 20 лет экспорт был это нефтепродукты в основном. Какая разница? Древесина. Как только ты экспорт делаешь больше импорта, это ты, считай, обокрал свой народ. Потому что туда продукция ушла, а здесь потреблять нечего. Вы представляете? Деньги остались. А я вам теперь расскажу, как с деньгами. Предположим, добились такого, что мы делаем продукцию идеально. Импортозамещение, все делаем идеально. И весь мир хочет у нас покупать. Приезжают, покупают все. Вот все. Там не все купили, мы все увезли, получили вот массу долларов, пошли в магазин, а здесь ничего нет. Все продали. Все продали. Потом появится импорт, но те, которые живут на Урале, они успеют добежать. Начнут замещать импортом, то, что туда отвезли. А все, что возится, должны обязательно замещать импортом товаром. Не деньгами, а товаром. Иначе кто-то помрет с голоду, отдавшись туда продукцию. Поэтому наша наука неправильно ориентирует на наше государство. Весь экспорт должен на 100% компенсироваться импортом. Иначе товарный голод внутри страны. Иначе инфляция. Иначе у нас где-то умирают дети, потому что школьный автобус не пришел вовремя, не хватило бензину, и они замерзли в РКС. Вот я когда к вам ехал, то по радио слышал, по данным Форбс, один из самых людей, российских олигархов, которые разбогатели за последний год, во время военной операции, это Вагит Аликперов. То есть кажется, что идет война, а вот так, что вы говорите, это же только за счет того, что вывозятся ресурсы. У Вагита Аликперова, у его Лукоила, например, в Болгарии есть нефтеперерабатывающие заводы, которые сегодня работают и продолжают производить горючее в Болгарии, которое идет, между прочим, и на войну. И объявляется, что он стал еще богаче. Как можно вот это объяснить с точки зрения какой-то политики экономической, и даже просто политики? Но это не вся правда, как обогащается Аликперов. Главное богатство приходит через неправильный перевод получаемый ими долларов в рубли, за которые они отчитываются. Во всем мире, во всем мире, так называемым цивилизованным, подсчитывается курс валют по так называемому паритету покупательной способности. И во всем мире, так называемый цивилизованным, наш доллар сегодня стоит 25 рублей. Это считает Центральный банк, это публикуется, кстати, публикуется в нашем статистическом сборнике Российской Федерации, это тоже публикуется. Только никто не смотрит. Эта книга сейчас перестала широко продаваться. Публикуется в самом, как бы, уважаемом журнале английском экономист, сколько стоит на самом деле рубль и доллар. Вот это да. Ни о кого секрета нет. Вы сенсации сейчас говорите. Какая сенсация? Это все отпубликуется во всем мире. Ни о какой сенсации. Хорошо, хорошо, извините, я перебил. Поэтому, когда вывезли туда тонну нефти, то за нее получают три раза больше рублей, чем положено. И поэтому ее богатство растет, как на дорожах. И они могут распоряжаться этими деньгами там, кого подкупить, кого правильно направить деньги, кого неправильно. А в это время внутренний товарный рынок пустеет, потому что все вывозят туда. Жутко выгодно вывозить. И здесь у нас люди недополучают за свой труд. Товары недополучают и рубли недополучают. Поэтому, когда говорят, а что, почему у нас плохо, вот именно поэтому, прежде всего, что товарный ресурс уезжает туда. Вот сейчас массово вывозят, например, удобрение и зерно. Как это скажется на благосостоянии нашей России? Очень просто. Вот вы, например, уже никогда не едите и никогда не попробуете зерна первой категории. Просто вот вы уже никогда булку, которую вы ели в Советском Союзе или где-то во Франции кушаете, уже у нас в стране никогда не попробуете. Почему? А что значит первая категория? А потому что первая категория, только из нее делаются лучшие макароны, из нее делаются лучшие булочки. Как помните, в Советском Союзе были батон за 22 копейки. Которые не взять в руку, потому что сразу начинал есть. Теперь этого зерна в России ни одного грамма не продается. Я думаю, что и президенту даже не достается. Все увозится туда. Еще раз напомню вам, что моя общефедеральная газета Аргументы недели имеет в Яндекс.Дзене свой глубоко эшелонированный аккаунт. В нем постоянно обновляется информация в том числе и о ходе боев в Бахмуте и в Запорожской области, где в СУ уже 4 месяца готовились начать наступление на Мариуполь, но ничего не вышло. Я очень рекомендую вам зайти в мой аккаунт в Яндекс.Дзене по ссылке в описании и в обязательном порядке стать его подписчиком. А что значит зерно первой категории? А потому что зерно бывает из 4 категории. Первая категория самая лучшая, там лучшие макароны, лучшие булка, потом второй, потом третий, потом четвертый на корс к рту. Так вот, все, первая, вторая, третья. Это содержание, наверное, там углеводов или клейковин. Там много чего, там клейковина, там белки, там, значит, это самое, всякие спрынья. Вот первые три категории раньше в Советском Союзе можно было внутри страны кушать только первые три. Четвертые шли на корс к рту, на переработку, а теперь русский человек никогда больше не потребляет первой категории. Наверное, президенту достается второй немножко. А что, если перестали выращивать первую категорию? 100% увозятся за границу. А что вы говорите? А потому что это в три раза выгоднее, чем продать здесь. И куда же вывозят? Ну, прежде всего, в Италию, в Америку. И оплачивает это наш центральный банк. То, что у нас люди никогда это... А с удобрением то же самое. Наш крестьянин хорошее удобрение никогда не получит. Потому что экспортеру его просто насильно заставляют все отправлять за границу. Насильно. То есть это политика Центробанка, который должен был платить 25 рублей, и как бы и здесь они продавали. А их говорят, нет, мы тебе больше даем, только увези. А что это за такая, за какая-то сатанинская просто политика? Это научная теория о том, что нужно поощрять экспорт, что это основа основ всяких хозяйственных деятельств. Это научная теория, которую внедрили в сознание наших руководителей. Ага, я слышал, это теория по захвату рынков. Да, да. То есть вы должны захватить рынок, и тогда уже, а потом уже сюда, здесь. Потому что его захватят другие. То есть мы захватываем сейчас рынки, а едим кормовую, хлеб из кормового зерна? Из кормового зерна, да. Но это, я еще повторяю, я вот прям, и в этом виноваты ни президенты, ни правительства. Это виновата российская экономическая наука. Я мне угодно отвечу. Вот этот Гриндер, который как бы за этим за всем стоит, Руслан. Ну он один из участников, там уже много, в науке много. А кто еще из этих уникнов? А вы представляете, что сегодня диссертации защищаются, предположим, условно, из 100%, то процентов 80 это экономисты и юристы. Вот они и формируют эту, вот этот тренд они и формируют. В каждой статье, в каждом выступлении они и формируют. Они уже внушили всем, что это правильно. Захват рынков за счет своего собственного населения это значит такая экономическая политика вот этих наших ученых? Только ученых. В этом отношении абсолютно не виноват ни враги и не виноваты ни наши руководители. И американцы не виноваты? Не, 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 ни при чем совершенно. Да что вы такую кралуру говорите? Абсолютно. Американцы, это сложная страна, там разные люди есть, которые видят Россию в гробу, а есть, которые видят Россию достойными партнерами. Там разные люди. Ну, значит, не нужно ориентироваться на тех, которые видят Россию в гробу. Нужно ориентироваться на тех, которые, как бы, видят нас, партнеров. Валентин Петрович, вот мы с вами про СВО поговорили. Сейчас мы поговорили проблемы нашей экономики, связанные с научным обеспечением. Как еще, чтобы можно было от чего избавиться, как вот от этих экономистов научных, которые тут все портят? Пусть они живут, но только нужно... Ну, живут где-нибудь, где-нибудь там, где они захватывают рынки. Не надо. Пусть они здесь живут, это наши люди, они, часть из них исправится, это все нормально. Они и выйдут на свободу с чистой совестью. Они и так, что на свободе. Но вы эти части справятся. Я бы сказал, что если вы такой вредительством занимаетесь, то они должны выйти на свободу с чистой совестью. Они, к сожалению, это люди-жертвы неправильного обучения. Валентин Петрович, и все же вернемся с вами к проблемам экономики. Вот вы два пункта обозначили, очень важных, на мой взгляд. Еще какой-то пункт. Значит, я начал говорить с того, что нужно сформулировать цель. Цель и как это сделать. Вот я для себя формулирую цель таким образом. В нашей стране никогда не должно быть ни у одного человека зарплаты, которая не превышает порог нищеты. У нас порог нищеты официальный. В целях 2019 года 11 300, это минимальный проживший минимум. Значит, ни один человек у нас в стране никогда не должен получать получку меньше, чем, как я считаю, полторы вот этих минимумов. То есть, нищета должна быть ликвидирована как понятие совсем. А для этого у нас существуют экономические возможности. Ну-ка, расскажите. Теперь, нет, я же сказал, что продукции производятся. Поэтому нужно, чтобы люди получили за эту производительную продукцию адекватную оплату. Почему они получают мало? У нас неправильно построен порядок выплат. Порядок нужно делать такой, чтобы работник получил все, что он заработал, чтобы с него на предприятии ничего не удерживали. Они оба не удерживали НТС, не удерживали налог на имущество, не удерживали пенсионный фонд, не удерживали медицинский фонд. Это все должно формироваться другим способом. И люди должны буквально в считанные недели или там месяцы получать примерно в среднем в полтора раза больше. В среднем. Те, которые совсем мало получают, их всех поднять до этих полутора минимальных, то есть до 20 тысяч. А кто очень много получает, тем прибавит немножечко, ну сколько получится. Но еще раз напомню вам, что моя общефедеральная газета Аргументы недели имеет в Яндекс.Дзене свой глубоко эшелонированный аккаунт. В нем постоянно обновляется информация в том числе и о ходе боев в Бахмуте и в Запорожской области, где в СУ уже 4 месяца готовились начать наступление на Мариуполь, но ничего не вышло. Я очень рекомендую вам зайти в мой аккаунт в Яндекс.Дзене по ссылке в описании и в обязательном порядке стать его подписчиком. Но пока не будет вот этого правильного вознаграждения за труд, работать хорошо не будут. Ну а как же мы будем платить зарплату тем, кто ничего не производит? Это военным, милиционерам, врачам, учителям, вот эти вот перечень всем известия, они же как раз получают из налогов эти деньги. Они получат при правильной организации налогов по-новому, они получат тоже в два раза больше. Что значит по-новому? Отменяются вредные и ненужные налоги и вводится один справедливый налог, так называемый налог на потребление. То, что исходит из Биевле, отсюда, тот, кто много ест, должен много платить. То есть ты потребляешь, ты должен часть отдавать. Раньше было в религии в десяти должен отдать. Я тоже исхожу из этого. Что если вот эти все налоги ненужные и вредные, за ними же гигантское количество трагедий за налогами НДС и так далее, там проверки, там тюрьма и так далее, ненужные отменяются, на этом бюджет потеряет 17 триллионов рублей. Запомнили, да? 17 не хватило. А когда вводится налог на потребление, всего, что производит страна, булки, там самолетов, там железнодорожных проездов, то соберется, 10 процентов если брать, соберется 26, на 11 триллионов больше. И тогда можно и милиционерам в два раза больше заплатить, в полтора раза, ну примерно, насколько договорились, и учителям, и врачам, все от этой перестановки, от этой перестановки, все получают больше. Извините. Но где взять товар? Извините, а примеры такого взимания налогов есть где-нибудь в мире? Соединенные Штаты жили до середины 19 века таким образом. В теоретическом плане все время идет проработка. Дальше всех продвинулись англичане, у них было, они даже хотели переходить на это дело, но они вошли в ЕС. Но там у них живется хорошо, поэтому им не горит, а у нас живется плохо людям, поэтому у нас это дело на самом деле горит. И не требуется, и не требуется никаких новых производств, это все уже создано, только перекомпоновываешь и все получают. Знаете, сколько в налоговых органах работают люди? Пусть они останутся, там есть работа. Десятки, сотни тысяч. И всех их увольнять? В пятеро, никого не увольнять, не дай бог. Вообще никого нельзя обижать, иначе это борьба, война. Вот как работают люди, только они должны немножко чуть-чуть работать получше. В Соединенных Штатах, кстати, налоговых людей примерно на душу населения в пять раз меньше, чем у нас. А у них там нет налога на имущество, нет НДС, поэтому их экономику никогда никого не победить. Но у них есть налог на покупку. У них там он подоходный сделан, у них немножко по-другому, но в принципе богатый платит много. Значит, цель поставлена, первый шаг этой цели можно осуществить. Но денег получается много. И милиционерам хватит, и так далее. Тогда мы говорим следующее. Есть важнейшая цель. Нужно, чтобы наши дети были обеспечены. Вот прямо от момента зарождения, как обнаружили у женщины беременность, чтобы они получали достаточно, чтобы никогда ниакой ребенок не мог быть голодной. Вот есть 13-11 тысяч, чтобы каждый ребенок от 6 недель беременности до 17 лет получал эти деньги. Независимо от того, большая семья, богатая, не бедная. Из богатой в бедной превратится одна минута. И наоборот, тоже бывает, лотерею выиграл. Поэтому задача номер два это гарантированно обеспечить всех детей вот таким выплатом. То есть создавать какие-то счета, на которые вот эта минимальная заработная плата будет перечисляться. Вот есть семье три ребенка, 34 тысячи туда отправляется. Что хочет, то и делает с этим делом. Не могу не спросить вас о самой многочисленной категории населения. Это пенсионерах. Как вы могли бы посоветовать в современных тяжелых условиях, в которых находится наша страна, чтобы пенсионеры все-таки жили достойно, они получали пенсию, как у меня, например, пенсия 14 тысяч. Понятно, что я работаю и мне это не очень, я вообще этого не замечаю, но людей, которые живут на такой пенсии, их миллионы. Как им-то быть? Ну, во-первых, пенсионеры значит 43 миллиона. Они вторая категория первая это работающие 70 миллионов, вторая 43 миллиона пенсионеры и 27 миллионов детей. Поэтому положение пенсионеров может быть улучшено буквально очень быстро при введении вот этого налога на потребление, который наполнит бюджет суммой достаточной, чтобы увеличить среднюю пенсию в два раза. То есть сегодня средняя пенсия в стране 14 тысяч рублей, значит она может быть после введения налога в два раза больше. Значит, поэтому эта задача экономически несложная, она сложная в понимании и в переосмысливании, потому что пенсионера нельзя рассматривать как ежедневенца, нельзя рассматривать, что ему дается пособие, как сейчас, и поэтому молодежь считает, что она кормит этих нахлебников. Много молодежи так считает. Значит, поэтому пенсионер это человек, который создавал богатство страны. И это богатство в каждом, в каждой единице продукции, в хлебе, там, в бумажке, обеществленный труд прежний, он дает стоимость, которая на рынки уходит. Эта стоимость должна попасть пенсионером, и называется это не пособие пенсионное, а это трудовой заработок предыдущих лет, воплощенный в продукции сегодня. Ни в коем случае не пособие. И тогда, как мы с вами рассмотрели, финансово у нас это обеспечено деньгами, этим налогом, называем правильно, и в зависимости от чего-то, ну, я предлагаю от стажа работы, начислять пенсионером, значит, минимальное, там, 11 тысяч всем минимальное дает, всего же 5 тысяч назначают некоторым, вот 11 тысяч всем назначается, а дальше начинается добавление. Если у вас большой стаж, за каждый год трудовой стаж, тогда бы было у вас не 15 тысяч, а где-нибудь 50, а у меня бы не 25, а где-то 70. А, если я воин, там, отслужил в армии, защищал родину, коэффициент должен быть больше. Если я получил какое-то ранение, там, должно быть особо больше. Это все мы должны оговорить. Женщина родила детей, воспитала, она должна получать больше, чем обычная женщина и обычный мужчина, и так далее. Это все решаемо, но у нас главное, что есть финансовая возможность, у нас есть финансовая возможность в сегодняшней стране, не в будущих, там, улучшенной России, в сегодняшней стране есть финансовая возможность обеспечить каждому пенсионеру в среднем в два раза больше выплаты. Не могу не спросить вот о чем. Страна наша всегда в ее основе всегда было чувство какой-то справедливости. Всегда даже этого слова за границей, как говорят, нет в английском языке, слово справедливость, там это что-то другое обозначает. А у нас оно и есть, не только слово, но и понятие. Вот смотрите, я сегодня слушал не только про Олег Первого, который оказался в Форбс во время СВО, у него прибыль выросла, доходы за год, когда идет СВО, там, черти на сколько. Говорили еще и про Потанина, что его сегодня состояние оценивается, слушайте внимательно, 17 миллиардов 300 миллионов долларов. Причем Потанин, как известно, это сегодня владелец норникеля. Это завод, который был построен еще в 30-е годы, достраивался все время, его строили зэки, чертова туча людей погибло там на строительстве. И вдруг в результате жульнического залогового аукциона, когда за государственные деньги Потанин получил контроль над этим заводом. Вот скажите, в новой экономической политике, которая, вот вы, которую хотели бы, чтобы она была, как нужно поступать с такими, ну, не то, что с людьми, а вот с такими обстоятельствами. Например, в Англии существует налог на так называемые деньги, которые ветер принес. Он так и называется, налог на принесенные ветром деньги. Ну, это же классический случай, когда вот это принесенные деньги, а тут и яхты, и развод с женой, где они делят этот норильский никель, и дома, и яхты, которые построены за деньги, которые были получены за счет несчастных зэков, которые там погибли, десятками лет строили эти заводы на севере. Скажите, как вот ваша экономическая модель могла бы учесть вот все эти обстоятельства? Потанин такой, он не один. Много заводов было, и алюминиевые заводы, и прочее, прочее, и прочее. Но вы частично ответили на вопрос сами. Деньги, принесенные ветром. Поэтому, как я считаю, Потанин заплатил за этот норильникель деньгами государственными, какими угодно, это не важно, 150 миллионов долларов, заплатил 150, а присвоил себе несколько десятков миллиардов. Можно я пояснение сделаю? Потанин не заплатил ни свои 150 миллионов долларов, Потанину, Черномырдин дал в его тогдашний банк 150, чтобы они лежали государственные деньги в этом банке. После этого государство Черномырдин объявляет, что государству нужны деньги, и он хочет взять взаймы у всех, кто даст, и обращается к Потанину, а ты мне дашь 150 миллионов долларов? Он говорит, дам, а что ты мне дашь в залог? То есть, понимаете, государственные деньги, да, я тебе дам, деньги Черномырдина, а что ты мне дашь в залог? Говорит ему Потанин. А я тебе дам в залог акции Норильского Никеля, который приносил уже тогда 2 миллиарда долларов чистой прибыли в год Норильский Никель. Так вот, Потанин соглашается, а Черномырдин ему эти деньги не возвращает. Свои же деньги. И Потанин получает контроль над предприятием, которое каждый Божий год дает 2 миллиарда чистой прибыли. Как вот с этим вот сегодня? Сегодня же мы все говорим о справедливости. Да, прошло много времени, да, вся эта группа, она в каком-то, в начале нулевых, она протащила закон о сроке давности для залоговых аукционов. И сегодня они как бы по закону все это действуют, но времена меняются, и законы отменяются. Значит, вы, как говорится, много чего разъяснили, но я, Потанин заплатил 150 миллионов долларов, не своих денег, это нужно разбираться отдельно. Из Черномырина спрашивайте, из Потанина, где он их взял, эти 150? Это с Чубайсом надо спрашивать, что он был основным автором и вся вот эта группа тех олигархов семибаркирщина, как их называют. Две линии. Вот 150 заплачено и нужно разбираться, откуда взято. Это одно. Но если заплачено 150, то это взнос этого человека в Норильске 150, и он дивиденды должен получать на 150, а не на те гигантские миллиарды, а он стал владельцем и получает дивиденды не со своего, а с тех гигантских миллиардов. Это, в принципе, подход неправильный в нашей экономической науке. Если ты вложил 150 миллионов, ты должен дивиденды получать с этого, а если на предприятии получилось больше, то будь добрый, это не твое. Ты вкладывал всего 150, а все, что ты получил больше, это кого-то там, народа или там, не знаю, кого угодно, нашей страны. Поэтому за 150 ты получил, и сейчас те 150, он должен получать дивиденды с этих 150, а не с этих 20 миллиардов долларов. за это получил, а то, что лишний получал 30 лет, или там сколько, почти что 30 лет лишний получал, получал не за 150 миллионов, а за 10 миллиардов, запомнили, верни, пожалуйста, законному владельцу. Пересматривать не надо. Получил и получил, управлял и управлял, ну будь добр, расплатить. Примерно так же, как в Англии, примерно так же. Это вопрос отработан в мире. Опять же, наша экономическая наука ни хрена не прописывает, как это нужно сделать. Идут просто общие разговоры о несправедливости и так далее, и так далее. Когда эта задача решаемая, примеры в мире, ну, близкие к этому есть, и у нас это можно сделать в одно касание, без всякого раскулачивания, без всяких воспоминаний. Пуйдор, плати и плати, плати и плати. Значит, и все. Хорошо, Валерий Томич, мы с вами все разобрали по косточкам. На сегодня мы с вами еще будем встречаться обязательно. Последний вопрос на сегодня. Вот вы сказали, как сделать так, чтобы у населения было больше денег? Вы объяснили, нужно сменить налог, нужно этому больше, этому больше, и так всем будет хорошо. А товаров-то где взять? На все, на это, а? Отвечая на этот вопрос, это важный вопрос, и он самый такой фундаментальный. Когда на населении появляется больше денег, а я говорю, что товары существуют, но они отправляются за границу. Поэтому следующий ход одновременно нужно менять вот этим экспортерам эти доллары, как меняют во всем мире по паритету покупательной способности. Тогда, как минимум, половина экспорта остается здесь и будет продаваться выгоднее, чем продается за границу. Потому что наши люди сегодня платят больше, чем за границу, за все. За электричество, за газ. Внутри страны платят больше за лес, за зерно. Поэтому этот экспортер не будет там бегать, искать, где там покупателя, а он тут продаст нашему человеку. такого товара сегодня у нас примерно на 15 триллионов рублей. Товарный рынок начисляется сразу, но тогда курс доллара должен определяться банком, не банком России, а определяться биржей. И за полгода он придет 25 рублям. Банк России не должен покупать ни одного доллара и не должен ничего объявлять. И тогда случится то, что происходит во всем мире. Рынок выравнивает и делает специальный правильный курс. Потому что сегодня не рынок выравнивает, а есть монопольный покупатель, который диктует свою завышенную цену. По Адаму Смиту, что такое рынок, когда огромное количество равноценных или независимых покупателей, независимых продавцов. А у нас вечером Центральный банк объявляет курс, а на другой день говорит, а биржа, 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 сегодня на бирже этот курс 75 рублей. Ты не объявляй. Как только он перестал объявлять, вы помните, что случилось где-то в мае и так далее, курс начал, но тогда сверхдоходы начали уменьшаться и снова за сего начали объявлять. Это все в мире проходили, никакой сложности нет, но нужно немножко поменять взгляд, за счет чего наполняется бюджет. Сейчас говорят, собирают больше налога. Не собирают больше налога, а воздуха собирают больше. И все. Ну что ж, Виктор Анатольевич, спасибо вам большое и до новой встречи у меня за углом. Субтитры создавал DimaTorzok